Добрый вечер! Снижение кредитной нагрузки на аграрии, введение жесткой диктатуры технологий и усиление ответственности кадров. Новые подходы в решении проблемных вопросов в агропромышленном комплексе Беларуси. На Бречне прошел семинар с участием премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Большая семья Смагиных делится секретами счастья. От юнги Северного флота до бравого защитника рубежей Отечества. Секреты оптимизма и жизнестойкости брещанина Александра Григорьевича Архипова. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Глава государства Александр Лукашенко на недавнем совещании по вопросам работы агропромышленного комплекса указал на необходимость повышения эффективности сельского хозяйства. За последние десятилетия в аграрную отрасль Беларуси было вложено 40 млрд долларов, но отдачу пока не получено, подчеркнул президент. А потому необходимо сделать все возможное, чтобы устранить проблемы и повысить эффективность ПК. Для решения этих вопросов была создана межведомственная рабочая группа во главе с премьер-министром страны Михаилом Мясниковичем. На этой неделе в Барановическом районе хозяйственники вырабатывали новые стратегии в организации работы агропромышленного комплекса Брестской области. Одно из предложений правительства – снижение кредитной нагрузки на аграриев, введение жесткой диктатуры технологий и усиление ответственности кадров. О новых подходах в организации работы АПК узнала и наш корреспондент Лариса Осмолович. Межведомственная рабочая группа во главе с премьер-министром Беларуси начала серию кустовых совещаний с руководителями аграрно-промышленного комплекса страны. Брестская область – одна из первых. В течение дня разговор без обиняков в Барановическом и Березовском районах. И действительно назрела необходимость своеобразного подведения итогов недоработок. О плюсах говорится достаточно часто. Да и повод серьезный. В южных регионах, к коим относится и Брестская область, пик заготовки кормов. От того, как сработают все хозяйства, зависит успех либо провал в работе агропромышленного комплекса. Михаил Мясникович подчеркнул, что наконец-то нужно получать отдачу от вложенных в сельское хозяйство денег. Проблем, откровенно говоря, в аграрном секторе накопилось немало. Несмотря на то, что со стороны государства оказывается очень большая поддержка. Я бы условно разделил это на три группы. Первая, значит, проблема – это бесхозяйственность и, как я говорю, нигилизм руководителей. Третья группа вопросов, которая касается, безусловно, вот таких принципиальных подходов – это расшивка, как мы говорим, узких мест, то есть что делать с теми проблемными хозяйствами, с проблемной задолженностью, которая сложилась в целом ряде хозяйств, как по объективным, так и по субъективным причинам. Вот эти вот три группы вопросов. Никто не предполагает какое-то списание долгов, об этом даже речи быть не может. Но реструктуризацию мы предлагаем. Все проблемы были обнажены. Шел весьма жесткий диалог, в котором участвовали руководители всех звеньев одной цепи. Не сообщали о проблеме, а высказывали пути выхода. Акцент был сделан на заготовку кормов. Ведь именно из-за недостаточного внимания к этим вопросам здесь недополучили молока на триллион четыреста миллионов рублей. Мясо еще более, чем на триллион. Итого два с половиной триллиона потерянной выгоды. На философский вопрос, кто виноват, ответ однозначный – руководитель. А потому необходимо ужесточить ответственность этого руководителя за несоблюдение технологий заготовки кормов. Удоев, Привесов. Мы делаем разбор наших недостатков. Потому что можно решение принять моментально о том, чтобы увеличить, провести цены, как в Российской Федерации, допустим, или уменьшить кредитную ставку. А вот наша бесхозяйственность, которая у нас еще есть, ее не сразу побороишь. Ей надо заниматься системно. И ни одну неделю, ни один месяц – все начинается с руководителя. И мы же видим, что в одной и той же земле при разных подходах руководителей к своей работе. И результаты другие. Мы этим уже районам дали определенную индульгенцию. И сказали, что все будет зависеть от вас. И некоторым руководителям итоги первого полугодия, и потом итоги девяти месяцев покажут. Если будет динамична эта работа в сторону улучшения, значит, да, мы будем с вами жить, работать и дальше. Если только там не будет решаться, вот это не будет этой динамики, мы будем видеть, что люди где-то проваливают, конечно же, придется возвращаться к адресу вопросов. От несоблюдения технической дисциплины Брестская область, агропромышленный комплекс этой области потери около двух триллионов денег. Это не лишний еще не ресурс для агрария именно от региона. Конечно, надо минимализировать потери, надо просто обеспечить строжайшее выполнение всех элементов технологии, так называемую диктатуру технологии, проникнуться всем кадрам именно ответственность с той целью, чтобы в текущий год и на последующие годы и с теми подходами в нашей стране, которые готовятся относительно поддержки ЭПК Республики Беларусь, Брещане могли занять более достойное место среди всех регионов Республики Беларусь. Да, если брать в целом агропромышленный комплекс Брещены, дела достаточно успешные, к числу аутсайдеров крайне относятся. Но это опять же, если брать в целом. Немалое количество хозяйств срабатывает плохо. Есть субъективные факторы, но есть и объективные. Среди объективных большинство руководителей успешных хозяйств отмечают низкие цены на сельхозпродукцию, непомерно высокие ставки кредитов. Можно открыть на базе хозяйства свое предприятие по выпуску молочной продукции, но в итоге получается, что это невыгодно. А в мыслях нету собрать свое. Пусть маленькое, но такое вкусное, современное предприятие. Но оно может и да. Если бы, я подвожу к другому, банковская система, немножко кредиты должны быть не такими, как сегодня. И это мы все понимаем, но почему-то как-то это все еще тормозится. Если будут кредиты приемлемы, мы готовы построить даже свой цех, и не возить, и опять экономику делать. Зачем так далеко, если можем свое что-то делать. Но пока вот так. Потому что взять кредиты, построить, пока мы построим, то мы можем в процентах этих погрязнуть. Вы понимаете? То лучше пусть те предприятия, которые имеют бренд, которые имеют уже свое я, наработанную базу. А мы будем работать в том направлении, что давать им среду. Итог всей той работы, что вы перечислили, это выйти на самофинансирование, самоокупаемость в АПК. Эту задачу перед нами поставил президент, губернатор, Министерство сельского хозяйства. Поэтому вот та программа, которая предусматривает создание холдингов крупных сельхозпредприятий. Наша фабрика, это, наверное, тоже такой же холдинг есть. В последнее время, уже в этом году, мы присоединили уже четвертое сельхозпредприятие. Конечно, как бы выдержали в экономике. Но надеемся, что будем развиваться дальше. То есть надо нарабатывать тот объем продукции, для того, чтобы выжить на собственных оборотных деньгах. На вопросы руководителей хозяйства кредитах глава правительства уверенно отвечает, понимая под оплеку вопроса, что кредиты для аграриев станут дешевле. Этот шаг в правительстве называют совершенствованием экономической политики. В своем интервью корреспондентам СМИ Михаил Мясникович дает пояснение, кому и на каких условиях будут выдаваться кредиты. Мы полагаем, что для госпрограмм, это для объектов, которые включены в госпрограммы, ставка по кредитам должна полностью компенсироваться соответствующим компаниям, я имею в виду СПК и другим формам, акционерным обществом, то есть хозяйством. То, что касается текущей деятельности, здесь также кредиты должны быть по минимальным ставкам. Мы предлагаем такое в пределах 2-5% годовых. И, безусловно, планируется, что государство будет компенсировать банкам соответствующую упущенную выгоду. Вот если эти кредиты, если будет это принято решение, соответствующий проект указа подготовлен, и он практически завершен все процедуры по согласованию. Если это будет поддержано, мы полагаем, что это существенно улучшит экономику села. Надеюсь, что та программа, которая сейчас предусматривает указ президента готовиться по реформированию, по санации, будем говорить, сельхозпредприятия ПК, ну просто даст какой-то дополнительный стачок, чтобы идти дальше. Все вышесказанное, которое, несомненно, брестские аграрии примут к сведению и устранят недоработки, позволит Беларуси получить 30 миллиардов дополнительных средств в год. Цифра огромная. А состоит она из 16 миллиардов экономии и 14 миллиардов, которые получат хозяева земли белорусской, устранив бесхозяйственность. Окончательное решение примет глава государства на сельскохозяйственном пленуме, который пройдет в Минске, 27 мая. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. 15 мая во всем мире отметили День семьи. Этот праздник был создан Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и его целью уже много лет является объединение семей всего мира, привлечение внимания к проблемам семейной жизни. Каждый год в Беларуси заключаются тысячи браков, и каждая пара мечтает создать крепкий и счастливый семейный союз. Примером и ориентиром в наполненном различными по эмоциональной окраске событиями пути каждой пары являются люди, которые на протяжении не одного десятка лет вместе преодолевают жизненные преграды. Наша съемочная группа накануне праздника побывала в одной из необычных, но крепких белорусских семей, в недавно открывшемся Брестском детском доме семейного типа. Анастасия Стравко продолжит тему. В феврале текущего года в семье Галины и Сергея Смагиных произошло значительное пополнение. Сразу восемь мальчиков и девочек называют их мама и папа. Своих, как принято говорить, по крови, из них только двое, но по признанию самих родителей этот факт совершенно не влияет на духовную степень родства и близости остальных. С момента знакомства прошло чуть больше двух месяцев, но этого вполне хватило для того, чтобы и малыши, и взрослые почувствовали себя единым целым, настоящей семьей. Что я чувствую? Мне хорошо, мне нравится, я довольна. Все хорошо, у нас обычная семья. К детьми у меня все хорошо. Дети у меня очень хорошие, слушаются, помогают. Мне очень нравится с ними общаться. Я иногда покушаю, и мы еще не расходимся, мы сидим, болтаем, с Сонькой смеемся, Илюша на что-нибудь такое может сказать, что просто не нравится идти с ними, разговаривать, общаться с ними. Если не углубляться в формальности и официальные формулировки, то приходя в новый дом Смагиных, понимаешь, что здесь поселилось настоящее счастливое детство с ароматом свежеиспеченных пирожков, игрушками, чтением книг, разговорами по душам, порой даже ссорами, но обязательным условием, ощущением каждого членом большой и дружной команды. Ребенок очень чувствителен к атмосфере в доме и по-настоящему раскрывается, когда чувствует себя абсолютно защищенным. Только в таких условиях чаще всего дети начинают интересоваться учебой и находят любимое хобби. Мы играем в куклы обычно, а иногда в настольные игры. Дружим мы хорошо, и тут со всеми, в принципе, подружились. Иду играть в футбол, в одно касание, с мячиком играемся, в теннис играемся, рисуем мелками на улице. Я хотел пожелать всем билерусским семьям счастья, любви, чтобы все было хорошо. Я считаю, что каждая семья должна быть дружной и счастливой. Когда история семьи Смагиных в таком расширенном составе только начиналась на торжественном открытии детского дома семейного типа в феврале, самая младшая девочка, трехлетняя София, постоянно пряталась от чужих людей и закрывалась ручками, если кто-то подходил к ней или пытался заговорить. Сегодня эту маленькую принцессу, не узнать ее активности, задору, говорливости и любознательности можно только по-доброму позавидовать. И это, пожалуй, самый главный и правильный индикатор того, что сегодня семья для каждого из этих ребят не просто слово, состоящее из пяти букв. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Герой нашего следующего сюжета человек скромный, но знают его в пограничном Бресте многие. Ветеран Великой Отечественной войны, юнга Северного флота, пограничник с большой буквы, который в свои 87 лет продолжает учить и наставлять молодежь. Задорный, активный человек со своей жизненной позицией. Итак, знакомьтесь, Александр Григорьевич Архипов. Это кадры военной хроники. Это кадры, свидетельствующие о том, как отчаянно и беспримерно, мужественно отстаивали каждую пять родной земли советские воины. Борьба не на жизнь, а на смерть. На суши и на море. От Бреста до Курил. Все это воочию видел. В сражениях принимал самое непосредственное участие герой нашего сюжета Александр Григорьевич Архипов. 15-летний юнга Северного флота, который в свои юные лета, выпавшие на страшные испытания для всего народа, мечтал лишь о том, чтобы уйти, как отец, на фронт. Узнав, что на Соловецких островах создается школа юнг, без раздумий отправился туда, не говоря ни слова матери. Даже не рассчитывался на заводе, просто с завода убежал. Долгое время на Соловках уже боялся, думают, черт, вернут, ведь дело-то военное, судить будут. Но единственное, что утешало, что я же ведь на фронт пошел, а никуда не будет. Потом, в конце концов, это адмирал Куньцов скажет, что юнги – это была социально активная молодежь Советского Союза. Действительно, у нас 4 тысячи было выпущено. Но, ребята, нас же никто не звал, не приглашал, не мобилизовывал. Мы сами пошли, добровольно. Тяжело было, признается Александр Григорьевич, но справились со всеми трудностями. Сразу после школы юнг отправка на Северный флот, избалана корабль. На все про все был час и первый поход. Взрывы, атаки, погибшие товарищи. Вспоминать тяжело, но не помнить еще страшнее. Задавались молодые бойцы лишь одним вопросом. Кто, кроме тебя, будет защищать Родину? Мы и в школе юнг говорили, а кто, кроме меня? Кто, кроме нас? Мы пришли. Мы пришли, и, надо сказать, просто возложили на свои детские плечи защиту Отечества. И пришли мы не от того, что нам делать нечего было. Мы любили Родину. Мы любили Отечество. Мы любим и сейчас. Понимаете? И вот эта вот страсть к защите Отечества я передал детям. Торпедный катер, на котором служил Александр Григорьевич, избороздил не одно море. Потопил не один вражеский эсминец подводную лодку. Оснащенное на все сто это небольшое судно представляло реальную угрозу противнику, хотя с виду устрашающего ничего не было. Воспоминаний много у бравого юнги. Таковым он истается по сей день. Но говорить о войне тяжеловато и ему. Ну, было страшно. Ну, а что делать? Вы что думаете? Это воевать легко? Вообще воевать трудно. И тяжело, и страшно. Кто вам скажет, не страшно, не верьте. Страшно. Война ушла, оставив свой след в сердце. Мирное время расставило все по своим местам. Но от военной стези Александр Григорьевич не отказался. Стал пограничником. Прошел путь такой, что любой путешественник позавидует. Камчатка, Курилы, Закавказье и Германия. В 1974-м прибыл в Брест. За эти годы истоптал не одну сотню пограничных километров. Конечно, появилась и любимая жена, с которой по сей день вместе дети, сын и дочь уже есть и внуки. Но сегодня он в строю. Встречается с молодежью, ведет разговоры с новобранцами и солдатами и уверен в том, что армия белорусская сильная армия. Это ребята уже другие. Это умные ребята, толковые ребята. И я почему-то уверен даже, глубоко убежден, что если надо будет, они будут даже лучше, чем мы. Годы идут, но воспоминания о службе самые яркие. Любовь к морю, к пограничным будням навсегда остались в сердце Александра Григорьевича. И кровь, и здоровье. Все это в пограничниках. Да и сын, добавок, продолжение. Ну вот. Так что о пограничниках я могу говорить только в восторге. Только. Я люблю пограничников. Когда приезжаю на заставу, вот выступаю часто перед ребятами. Вы понимаете? Это родная. Родная стихия, родные люди. Я их не знаю, но это мои люди. Мы с ними найдем язык, общий язык. Есть такая профессия родину защищать, говорит бравый военный. Но порох в пороховницах также имеется. А потому и желание одно. Хочется пожить подольше. Пожить подольше. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Родину нужно любить и защищать. Ведь только благодаря чувству патриотизма человек становится частью своего народа. Сегодня защита Отечества это такой же священный долг, как и много лет назад. Именно поэтому молодые люди идут служить в армию. Завершающая стадия военного призыва 2014 года началась 15 мая. Подробности в материале Евгения Мороз. Белорусская армия является гарантом независимости, суверенитета и целостности Республики Беларусь. Для молодых людей служба в вооруженных силах это не только возможность выполнить свой конституционный долг, но и определенная школа жизни. С 15 по 31 мая вступает в завершающую стадию весенний призыв. Начинается отправка новобранцев вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь. К слову, в январе этого года вступили в силу некоторые нововведения. В этом призыве у нас ввели в весеннем призыве службу в резерве. То есть у нас все время уходили на службу в резерве осенью, теперь с этого года будут уходить ребята служить на службу в резерве и осенью, и весной. Также особенность в том, что в этом году 21 января вступил в силу закон о том, что призывники, которые изъявили желание идти на службу по контракту, они могут, минуя службы срочной, взять ходатайство или отношения, так скажем, у командира воинской части, прийти в военкомат, оформиться и сразу пойти на контрактную службу, то есть не проходя срочную военную службу. Всего новобранцами из Брестской области станут чуть менее двух тысяч молодых людей. Около 1800 из них отправятся на срочную службу, 150 в резервную. Отрадно, что многие из ребят делают свой выбор осознанно. По поводу желания, оно, естественно, есть, оно на самом деле искреннее, потому что отец тоже сыграл в этом немалую роль. Он сам при Советском Союзе еще служил в ракетных войсках в Солигорске, вот, ну и, можно сказать, как по папкиным стопам. Служить хочу, большое желание даже есть служить, потому что отец был, ну, как говорится, бывших военных не бывает, это так и есть. Хочу служить, служить еще раз, служить, хочу окрепнуть физически и морально. Волнение есть, присутствует, потому что неопределенность, еще не знаешь, как, что там будет, но настрой есть такой, каждый должен отслужить, должен защищать свою Родину. Защищать Родину – почетное право каждого мужчины, ведь пока есть вооруженные силы, в которых служат солдаты, границы нашей страны останутся неприкосновенными и народ будет спать спокойно. Ребята очень много хотят идти служить, особенно очень много желают ребята служить в силах специальных операций, операций, значит, в 5-й бригаде спецназ, военной комендатуре Республики Беларусь, в Роте почетного караула, у нас очень много желающих и просятся туда, органы пограничной службы, у нас тоже ребята очень много просятся и желают служить в этих родах войск. Евгения Мороз и Виктор Халявка Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Белорусские парламентарии собрались на этой неделе на Брестской земле. Основная цель визита представительной делегации на Брещину изучение аспектов деятельности таможенных служб страны в условиях принятого в конце апреля закона о таможенном регулировании. В рамках семинара участники ознакомились с работой пунктов пропуска Козловичи и Варшавский мост, а также транспортно-логистического центра Брест-Белтаможсервис. С принятием вышеназванного закона о таможенном регулировании работа таможенных служб нашей страны была серьезно изменена и модернизирована. Сократилось количество документов, необходимых для регистрации деклараций, а сам процесс оформления стал более прозрачным и мобильным. Упростился порядок и была внедрена инновационная разработка в виде электронной очереди. Такие нововведения уже по достоинству смогли оценить и непосредственно перевозчики, и бизнес-сообщества не только нашей страны, что вполне логично влечет за собой экономическую выгоду. Подобный подход к делу важен и в контексте формирования единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана. Необходимо отметить, что законодательство в плане таможенного регулирования взаимоотношений не стоит на месте. Достаточно сказать, что Республикой Беларусь ратифицировано порядка 70 документов в рамках таможенного союза, 17 договоров в рамках единого экономического пространства. В 2013 году принят закон о таможенном регулировании, который вступил в силу 23 апреля текущего года. Поэтому основной целью сегодняшнего семинара было посмотреть, как работает этот закон, все ли мы учли при принятии указанного законодательного акта, какие есть пожелания у правоприменителей. В Брестском государственном университете имени Пушкина прошла встреча студентов, будущих журналистов, с главными редакторами печатных СМИ. Вопрос от родоустройства выпускников сегодня для отделения журналистики одна из главных задач, ведь уже в 2015 году они придут на работу в газеты. Актуальность открытия специальности журналистика в Брестском университете имени Пушкина сегодня даже не ставится под вопрос. Начинающие специалисты востребованы, особенно в районных периодических изданиях, которые сегодня ощущают острую необходимость в молодых кадрах. Об этом неоднократно говорилось во время семинара встречи, которая проходила в стенах филологического факультета. Журналисты необходимы районам, они призваны освежить газеты и привнести в них что-то новое. Не секрет, что многие выпускники минских столичных вузов, особенно института журналистики БГУ, стремились всегда закрепиться на месте там. Естественно, где-то больше возможностей предоставляется работа в различных организациях, где им возлагается функция работы с общественностью, работа со СМИ. Ну и где-то именно по этой причине наши редакции где-то были недоукомплектованы, не хватало, скажем так, свежей струи. Мы рассчитываем, что наш выпуск нашего университета поможет решить эту проблему. Подобные встречи, уверены организаторы семинара, будут проводиться и дальше. Они помогают молодым специалистам познакомиться ближе со своей будущей профессией, а также узнать много нового и интересного. В расследовании одной из самых громких финансовых афер Бреста наконец поставлена точка. 12 мая в Брестском областном суде был оглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью облик Николая Климука. Благодаря в кавычках финансовым махинациям гендиректора облика у разбитого корыта осталось порядка 400 дольщиков. Им причинен ущерб на сумму более 60 миллиардов рублей. Что касается брошенных на произвол судьбы домов достраивать объекты было поручено строительному тресту номер 8. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда от 12 мая 2014 года бывший руководитель строительной компании Облик Николай Климук признан виновным и осужден за злоупотребление служебными полномочиями повлекшими тяжкие последствия в хищении путем неслужебными полномочиями в особо крупном размере и по совокупности указанных преступлений он осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. В городе над Богом состоялся спектакль Национального академического драматического театра имени Горького «Идеальный муж» по одновременной пьесе лондонского драматурга Оскара Уальда главные герои мужчина и женщина он преуспевающий политик она добродетельная жена но даже у идеальных людей есть свои скелеты в шкафу комедия в английском стиле произвела фурор в рядах берестейских театралов порадовать брестских зрителей очередной блестящей постановкой в следующий раз столичная труппа планирует в середине лета это будет спектакль «Распутник» первое из трех представлений которые пройдут по инициативе драматического театра имени Горького в городе над Бугом в этом году Вы смотрели итоговую программу Буг Информ и это все то о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты А я напоминаю на канале Буг ТВ работает горячая телефонная линия звоните по номеру 20-63-67 делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их Если вы не успели посмотреть программу Буг Информ в эфире нашего канала у вас есть возможность увидеть ее на сайте БугТВ.бай Познавательные важные актуальные темы просмотр заинтересовавших вас сюжетов все это вы найдете на сайте нашей телекомпании БугТВ.бай Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни А я Татьяна Романюк с вами прощаюсь Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире В последующие двое суток сохранится неустойчивая теплая погода Ее в основном будет определять малоподвижный фронтальный раздел 18 мая Воскресенье на большей части территории Брещена ночью пройдут кратковременные дожди прогремят грозы но день уже будет солнечным и достаточно жарким для мая Температура воздуха будет колебаться в пределах 12-14 градусов со знаком плюс ночью и до 22 днем Комфортности дню прибавит и южный ветер В понедельник в погодных условиях Брестской области мало что поменяется Осадков не предвидится будет преобладать переменная облачность юго-западный ветер Температура воздуха ночью плюс 11-13 градусов днем 18-20 Атмосферное давление существенно не изменится Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин